Но вы поймите, 8 лет шла война. Если вы отворачивались от этой войны, это не значит, что её не было. Она была. Если вы её не видели, это не значит, что её не было. Она была. И это была война не в Йемене, даже не в Сирии, где наши военные принимают участие. Ну, вроде бы это тоже вас всех не касается, да, где-то там далеко. Это была война вот здесь, с нашими русскими людьми, которых 8 лет уничтожали. Если вы об этом не знаете, если вы думаете, что это просто какой-то повод, ну, откройте Яндекс, Гугл, погуглите. Вот я вам скажу, что погуглить. Погуглите, например, кто такая Горловская Мадонна. Вы же не слышали о ней никогда, да? Я вам расскажу. А вы погуглите фотографии, у меня нет с собой, чтобы показать. Посмотрите просто на неё живую и на неё потом. Горловская Мадонна – это девочка 23 лет, которая с 10-месячной дочкой своей на руках, вот так, знаете, как изображают Мадонну с Христом, она вышла с ней гулять. И вот когда она вышла с ней гулять, они долбанули по ней, по этому жилому кварталу, зная, что это жилой квартал, и ей оторвало ноги. И она упала вместе с этой доченькой своей в лужу крови. И ещё какое-то время жила, и только говорила, «Кирочка, Кирочка, доченька», а Кирочка умерла сразу. И она с этой 10-месячной Кирочкой мёртвой лежала и умирала в луже крови без ног. И есть фотографии, как она там лежит. Её поэтому называют «Горловская Мадонна». Она как Мадонна с Христом лежит вот с этим ребёнком. А рассказывают это всё, как она умирала очевидцы, которые чудом выжили и остались инвалидами. Вот вы защищаете сейчас украинскую армию, против которой ведётся собственная военная операция. Украинскую армию, которая убила Горловскую Мадонну и убивала их таких 8 лет. Вы когда-нибудь слышали про детский пляж в Зугрессе? Ну, не слышали же наверняка. А вы погуглите про детский пляж в Зугрессе, который распахали кассетными бомбами. И детей разрывало на куски, на глазах у их родителей, а потом и родителей разрывало тоже. И эти люди знали, что они бомбят детский пляж в Зугрессе. Понимаете? Они это знали запрещенными бомбами. И на этих бомбах, эти видео и фото тоже есть в интернете. Они писали. Знаете, что они писали? Они писали. Вот Горловская Мадонна. Они на них писали. Всё лучшее детям. На этих бомбах, они писали, всё лучшее детям. Вот это украинская армия. Та самая украинская армия, перед которой вам теперь стыдно за то, что вы русские. Понимаете? Если вы не понимаете, что вы несёте, у меня две версии. Или вы не информированы, что простительно, потому что вы не занимаетесь политикой, так как мы здесь, да, не находитесь внутри постоянно этого потока информации. Ну, может быть, вы этим не интересовались. Ну, так вы поинтересуетесь, прежде чем делать заявление. Потому что я вот, например, не разбираюсь в музыке и ничего про неё не говорю публично. И не осуждаю никого, и не поддерживаю никого. Мне, в общем, всё равно. Ну, я понимаю, у вас гражданская позиция. Ну, как можно сразу свою гражданскую позицию противопоставлять своей стране, даже не попытавшись разобраться? Я уверена, что если вы погуглите и почитаете хотя бы те две вещи, которые я перечислила, а ещё была Одесса, про неё тоже вспомните, вы измените своё мнение. И, может быть, вот тогда вам станет стыдно за то, что вы это сейчас пишете, и за то, как вы настраиваете людей, которые вам верят. Продолжение следует...